Свердловский университет Спустя некоторое время и до самого расстрела советской власти, запрета коммунистической партии, это была высшая партийная школа, была переименована высшую партийную школу при ЦК КПСС, это Свердловский университет. Почему возникла необходимость чтения этих лекций у Иосифа Виссарионовича? Дело в том, что умер Владимир Ильич, похоронили его. И тут же был объявлен призыв, призыв в партию, ленинский призыв так называемый, помните, если кто-то историю изучал, обращали на это внимание, был объявлен ленинский призыв и пришло много людей, которые не владевших теорией марксизма, но желающих продолжить дело Ленина. И вот уже в апреле и в мае 1924 года, вскоре после смерти, Иосиф Виссарионович быстро, 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 быстро решил поучаствовать в просвещении этих новых коммунистов и прочитал цикл лекций. Цикл лекций. И уже сразу же после цикла лекций, уже в мае, была выпущена брошюра, в которой вошел цикл лекций этих под названием «Об основах ленинизма». Таких лекций, как я уже говорил, было прочитано 9, Иосиф Виссарионович, если у нас получится, я бы хотел разобрать все эти 9 лекций. Но при напечатании этих лекций, они в работе, брошюре были с другим материалом напечатаны, он предпослал коротенькое вступление этим лекциям. И я немножко на нем тоже остановлюсь, на этом вступлении, потому что очень важное такое вступление, очень важные мысли. Вот он в частности в этом вступлении к лекциям говорит. Итак, что такое ленинизм? Одни говорят, что ленинизм есть применение марксизма к своеобразным условиям российской обстановки. В этом определении есть доля правды, но оно далеко не исчерпывает всей правды. Ленин действительно применил марксизм к российской действительности и применил его мастерски. Но если бы ленинизм являлся бы только лишь применением марксизма к своеобразной обстановке России, тогда ленинизм был бы чисто национальным и только национальным, чисто русским и только русским явлением. Между тем мы знаем, что ленинизм есть явление интернациональное, имеющее корни во всем международном развитии, а не только русское. Вот почему я полагаю, что это определение страдает односторонностью. Другие говорят, что ленинизм есть возрождение революционных элементов марксизма 40-х годов XIX века, в отличие от марксизма последующих годов, когда он стал будто бы умеренным, нереволюционным. Если отвлечься от этого глупого и пошлого подразделения учения Маркса на две части, на революционную и умеренную, нужно признать, что даже в этом совершенно недостаточном и неудовлетворительном определении имеется доля правды. Состоит она, эта доля правды, в том, что Ленин действительно возродил революционное содержание марксизма, замуравленное оппортунистами второго интернационала. Но это только доля правды. Вся правда о ленинизме состоит в том, что ленинизм не только возродил марксизм, но он сделал еще шаг вперед, развив марксизм дальше в новых условиях капитализма и классовой борьбы пролетариата. То есть он развил марксизм Ленин. Что же такое, в конце концов, ленинизм? Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Ну, эта фраза Сталина часто повторялась во многих документах. Точнее, ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции вообще. Теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности. Маркс и Энгельс подвязались в период предреволюционный, когда не было еще развитого империализма, в период подготовки пролетариев к революции, в тот период, когда пролетарская революция не являлась еще прямой практической неизбежностью. Ленин же, ученик Маркса и Энгельса, подвязался в период развитого империализма, в период развертывающейся пролетарской революции, когда пролетарская революция уже победила в одной стране, разбила буржуазную демократию и открыла эру пролетарской демократии, эру советов. Вот почему ленинизм является дальнейшим развитием марксизма. Вот на что он обратил внимание в вступлении к этим лекциям, которые были напечатаны в сборнике статей. Ну и первая лекция, прочитанная им в Свердловском университете, «Исторические корни ленинизма». Вот некоторые выдержки из этой лекции я хочу до вас довести. Есть у нас время? Есть. Значит, Ленин называл империализм «умирающим капитализмом». Почему? Потому что империализм доводит противоречия капитализма до последней черты, до крайних пределов, за которыми начинается революция. Наиболее важными из этих противоречий нужно считать три противоречия. Какие же три основные противоречия империализма? Вот он их тут теперь и выделяет в этой лекции. Первое противоречие. Это противоречие между трудом и капиталом. Это и сейчас, товарищи, надо считать, что оно остается главным противоречием и даже спустя сто лет после 1924 года. Это главные противоречия и в наше время. Империализм есть всесилие монополистических трестов и синдикатов, банков и финансовой олигархии в промышленных странах. В борьбе с этим всесилием обычные методы рабочего класса профсоюзы и кооперативы, парламентские партии и парламентская борьба, оказались совершенно недостаточными. Либо отдайся на милость капиталу, прозябай по-старому и опускайся вниз, либо берись за новое оружие. Так ставит вопрос империализм перед миллионными массами бельтриата. Империализм подводит рабочий класс к революции. Вот такой он вывод делает из первого противоречия, из основного противоречия. То есть империализм приводит нас к революции, приводит рабочий класс. Второе противоречие, это противоречие между различными финансовыми группами и империалистическими державами в их борьбе за источники сырья и за чужие территории. По-моему, надо сказать, что это противоречие тоже на сегодняшний день, через сто лет, опять же никуда не исчезло. Противоречия еще какие существуют не только между державами и группировками, держав там типа ЕС и всяких там других группировок, но и между финансовыми кланами различными. Можно я переключу? Давай. Там, когда пункты разворачиваются, там представлено еще, что не просто колонии, страны, там еще под сферой влияния, просто сфера влияния. Вот как сейчас Африку делят на сферу влияния. Что и темная. Что Китай, что Африки, что ЕС, только выградят. Добавляя колонии, мы все-таки сфера влияния. Так вот, эта бешеная борьба, он продолжает, эта бешеная борьба между различными группами капиталистов замечательна в том отношении, что она включает в себя как неизбежный элемент империалистические войны. Войны за захват чужих территорий. Это обстоятельство, в свою очередь, замечательно в том отношении, что оно ведет к взаимному ослаблению империалистов, к ослаблению позиций капитализма вообще, к приближению момента пролетарской эволюции, к практической необходимости этой революции. Вот так он говорит о втором противоречии. Третье противоречие, это противоречие между горстью господствующих, в кавычках, цивилизованных наций и сотнями миллионов колониальных и зависимых народов мира. То есть, надо сказать, что это тоже противоречие, по-моему, остается. Хотя колониальных стран осталось очень мало, но не у колоний, прямо скажем, и мы туда попали, и наша страна, можно ее туда отнести. Вот. Значит, империализм есть самая наглая эксплуатация, самое бесчеловечное угнетение сотен миллионов населения, обширнейших колоний и зависимых стран. Выжимание сверхприбыли, такова цель этой эксплуатации и этого угнетения. Но эксплуатируя эти страны, империализм вынужден строить там железные дороги, фабрики, заводы, промышленные и торговые центры. Появление класса пролетариев, зарождение местной интеллигенции, пробуждение национального самосознания, усиление освободительного движения, таковы неизбежные результаты этой политики. Усиление революционного движения во всех, без исключения колониях и зависимых странах, свидетельствует об этом с очевидностью. Ну и, как вы знаете, вот это освободительное движение в колониях привело к тому, что их очень мало осталось на сегодня. Вот таковы, в общем, как он заключает, он рассмотреет трех основных противоречий, таковы, в общем, главные противоречия империализма, превратившие старый цветущий капитализм в капитализм умирающих. То есть, почему Ленин, он тут обосновал, почему Ленин называл его умирающим. Такова международная обстановка, породившая ленинизм, продолжает он дальше. Все это хорошо, скажут нам, но при чем тут Россия, которая ведь не была и не могла быть классической страной империализма? При чем тут Ленин, который работал, прежде всего, в России и для России? Почему именно Россия послужила очагом ленинизма, родиной теории и практики пролетарской революции? И отвечает на эти вопросы. Потому что Россия была узловым пунктом всех этих противоречий империализма. Потому что Россия была беременна революцией более, чем какая-либо другая страна. И только она была в состоянии, ввиду этого, разрешить эти противоречия революционным путем. Подтверждение дальше этой мысли он дает. Начать надо с того, что царская Россия была очагом всякого рода гнета. И капиталистического, и колониального, и военного. То есть, если где-то на Западе менее угнетаем был народ, то в России больше всех страдало от угнетения. И это угнетение взято в его наиболее бесчеловечной и варварской форме. Ленин был прав, говоря, что царизм есть военно-феодальный империализм. Царизм был средоточением наиболее отрицательных сторон империализма, возведенных квадрат. Далее, обосновывает это понятие, почему Россия была узловым пунктом противоречия. Далее, царская Россия была величайшим резервом западного империализма. Не только в том смысле, что она давала свободный доступ заграничному капиталу, державшему в руках такие решающие отрасли народного хозяйства России, как топливо, металлургию. Ну и химическую можно нести, промышленность Сталин тут не упоминает. Но если вот вспомнить историю, то к моменту, к 17-му году, в основном вся металлургия, вся нефть там, луга, все было в руках уже иностранных концессий. Особенно Германия давлела здесь. И Франция, и с Англией тоже не отставали сильно. Дальше, он говорит, царизм был не только сторожевым псом империализма на востоке Европы, но он был еще агентурой западного империализма для выколачивания с населения сотен миллионов процентов на займы, отпускавшиеся ему в Париже и Лондоне, в Берлине, в Брюсселе. И, наконец, обосновывая, почему Россия была беременной революцией, он говорит, что, наконец, царизм был вернейшим союзником западного империализма по дележу восточных стран. Кому неизвестно, что империалистическая война обвелась царизмом в союзе с империалистами Антанты, что Россия являлась существенным элементом в этой войне. Далее, он в этой лекции говорит, из всего вышесказанного следует, что кто хотел бить по царизму, тот неизбежно замахивался на империализм. Кто восставал против царизма, тот должен был восстать и против империализма, ибо кто свергал царизм, тот должен был свергнуть и империализм, если он в самом деле думал не только сбить царизм, но и добить его без остатка. Революция против царизма сближалась таким образом и должна была перерасти в революцию против империализма, в революцию пролетарскую. Из этого следует, что революция в России не могла не стать пролетарской, что она не могла не принять в первые же дни и своего развития международный характер. Она не могла таким образом не потрясти самые основы мирового империализма. Могли ли русские коммунисты при таком положении вещей ограничиться в своей работе узконациональными рамками русской революции? Конечно нет. Наоборот, вся обстановка, как внутренняя, так и внешняя, толкала их к тому, чтобы выйти в своей работе за эти рамки, перенести борьбу на международную арену, вскрыть язвы империализма, доказать неизбежность краха капитализма, разбить социал-шовинизм и социал-пацифизм, наконец, свергнуть в своей стране капитализм и выковать для пролетариата новое оружие борьбы, теорию и тактику пролетарской революции, для того, чтобы облегчить пролетарием всех стран дело свержения капитализма. Русские коммунисты иначе и не могли действовать, ибо только на этом пути можно рассчитывать на известные изменения в международной обстановке, могущие гарантировать Россию от реставрации буржуазных порядков. Вот почему Россия стала очагом ленинизма, а вождь русских коммунистов Ленин его творцом. Ну, далее он тут немножко анализирует историю, как что происходило, не буду на этом останавливаться, и некоторое вот уже, как бы, заключение этой лекции, что нельзя считать случайностью тот факт, что Ленин еще в 1902 году, когда русская революция только зачиналась, писал в своей брошюре, что делать, вещи, слова о том, что история поставила теперь перед нами ближайшую задачу, которая является наиболее революционной из всех ближайших задач пролетариата, какой бы то ни было другой страны. Что осуществление этой задачи, разрушение самого могучего плота, не только европейской, но также и азиатской реакции, сделало бы русский пролетариат авангардом международного революционного пролетариата. Иначе говоря, заканчивается здесь цитата Ленина, иначе говоря, центр революционного движения должен был переместиться в Россию. Известно, что ход революции в России оправдал это предсказание Ленина с избытком. Вот, пожалуй, то, что я хотел до вас довести из состава той лекции, которая была прочитана Сталином в Федловском университете. Первая лекция.